Если у вас нет других вопросов, никаких, давайте мы тогда вернемся к тому моменту, на котором мы остановились в прошлый раз. Беседа с софистом Антифонтом. Антифонд нападает в двух разных случаях на Сократа. Оба раза, хотя и по-разному, обвиняя Сократа в том, что тот бедный. Это шестая глава, да, это конец шестой главы. Давайте, одиннадцать, чтобы напомнить себе обвинение Антифонта. Как-то другой раз Антифонд в разговоре с Сократом сказал, Сократ, конечно, честным я тебя считаю, по-умным, но... Справедливым, конечно. А, справедливым, но умным ни в каком случае. Да и мне кажется, и сам ты это осознаешь. По крайней мере, ты ни с кого не берешь денег за свои беседы, а между тем, плачь том или другую какую вещь, принадлежащую тебе, ты никому не отдашь. Не только даром, но даже дешевле ее стоимости, потому что знаешь, что она стоит денег. Отсюда ясно, что если бы ты и беседы свои считал имеющими хоть какую-то ценность, то и за них выбрал бы не меньшие их стоимости. Для нас теперь все немного более понятнее. В том смысле, что мы понимаем, в чем проблема экономики. И, соответственно, в том смысле, что Сократ отказывается оценивать знания в деньгах по понятным причинам. И, соответственно, эти знания получаются ничего не стоящими. То есть бесценными в буквальном смысле этого слова. Таким образом, справедливым, пожалуй, тебя можно назвать за то, что ты не обманываешь людей. С карвисной целью. Но умным нет, если твои знания ничего не стоят. Сократ на это отвечал. Антифон. У нас принято думать, что из красоты и знаний можно делать равное благородное и гнусное потребление. Итак, Сократ пытается отбиться. И он начинает с потрясающего «у нас». «У нас» – это «у кого у нас?» Вы видите сноску, даже наш комментатор запнулся на этом моменте. «У кого у нас-то?» «У афинян» – это хороший момент. Но вот в чем проблема. Антифон-то тоже афинянин. Если он софист, то он говорит, что не афинянин. Мы знаем про антифон, то что афинянин. То есть вообще да, конечно. Но в случае антифон-то, антифон-то афинянин. В другой момент. У нас хорошо, у афинян, не у афинян, допустим, а у кого еще? Что общего может быть у нас с антифонтом? Хорошо. В чем проблема? Сократ пытается отделить себя от антифон-то, правильно? Поэтому если он говорит «у нас», получается, что они вместе с антифонтом. Если он говорит «у нас», подразумевая софистов, получается, что он вместе с антифонтом. Поэтому он должен сказать «у нас», исключив антифон-то из этого «мы». Давайте посмотрим, что же это за «мы»-то. Продолжение, да? Да. Так, красоту, если кто продает за деньги кому угодно, того вызывают распутником. А если кто знает, что его любит человек благородный и хороший, и делает этого человека своим другом, то мы считаем его нравственным. Снова это «мы». Точно так же, кто... Заметьте, что очевидно, что антифонд как раз не считает это нравственным. Точно так же, кто продает свои знания за деньги кому угодно, тех обзывают софистами. А кто, заметив в человеке хорошие способности, учит его всему хорошему, что знает и делает своим другом. Про того мы думаем, что он поступает как следы доброму гражданину. Итак, «мы добрые граждане». Снова говорите «нет». Но антифонд не попадает в добрых граждан, потому что он софист. Он попадает в граждан, но он не попадает в добрых граждан. Второе замещание. Смотрите, как Сократ говорит, что знание – это способ найти друзей. Обучение – это способ найти друзей. Но не всяких друзей, а только одаренных. Сократ не берет всех. Он берет только одаренных и делает их своими друзьями. В всяком случае антифонд, как другие, любят хорошую лошадь, собаку. Я напоминаю вам о хорошей лошади. Собаку, птице, так и я, да еще больше люблю добрых друзей. Хороших друзей, да? Важно. Хороших. Учили всему хорошему, что знаю. Знакомились с другими, от которых, я думаю, они могут позаесться чем-нибудь полезным. А для своего нравственного развития. Ну, понятное дело, для добродетели. Значит, другие, с кем их Сократ знакомит, опять же, заметьте, это я думаю. Никто сделает их лучше, а кто, как кажется Сократу, может сделать их лучше. У нас есть пример, собственно, Аспазии. В той же экономике, когда Критабул говорит, мне нужно... Помните, там разговор заходит о жене? Кто же ближе к Критабулу, чем жена? И Критабул говорит, никто. И Сократ говорит, а ты ее чем-нибудь включил? Или ты ее взял такой? Он говорит, да-да, да, вот такая она у меня получилась. И Сократ ему отвечает, хорошо, сейчас я тебя отведу к тому, кто умеет воспитывать свою жену. И знаете, кто это? Аспазия. Аспазия умеет воспитывать свою жену. Естественно, в самом диалоге Сократ больше никогда не возвращается к этому моменту. Но нам этого достаточно. Хорошо. Значит, если Сократ не умеет, он отводит к тому, кто умеет. Как ему кажется, умеет. А также книги древних мудрецов, которых они оставили нам свои сокровища, я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Если мы находим что-нибудь полезное, чем заимствовать... Ну, не друзьями, а, естественно, хорошими друзьями. Хорошими друзьями. Мы заимствуем это и считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу дорогим. Итак, в чем же заключается деятельность Сократа с друзьями, с хорошими друзьями, с подлинными учениками? Чем они занимаются? Они занимаются ровно тем, чем занимаемся сейчас мы с вами, совместным чтением. Они не разбивают философские вопросы, в смысле отдельно. И они ничего не обсуждают. Они читают великих и обсуждают великих. Когда я слышал такие разговоры, мне казалось, что и сам он счастливый человек. Счастливый плохо, блаженный. И это единственное здесь Макайрос, это единственное здесь слово. Есть некая блаженная деятельность Сократа, которая заключается в том, что Сократ и подлинный круг его друзей читают и разбирают книги мертвых мужчин. И что слушатели своих видят к нравственному совершенству. Ну, к добродетели это понятно уже. Вы всегда заменяете нравственное совершенство. Значит, в чем уникальность этого момента, помимо того, что это само по себе удивительно. Уникальность этого момента заключается в том, что, как мы помним, ксенофонд говорит нам, что занятие в философии заключается в том, чтобы задавать вопрос те-есте и на него пытаться отвечать. Или просто отвечать. Мы не видим, как Сократ задает этот вопрос в первой книге. Мы видим, как его задает Алкивиад. В четвертой книге действительно Сократ подбирается к тому, чтобы задать этот вопрос. Но он его снова не задает. Хорошо говорим мы себе. Философская деятельность Сократа остается для нас скрытой. Мы не видим подлинной философии никогда. Мы видим что-то другое. Или нам придется сказать, что нет никакой подлинной философии, а философия заключается в чем-то другом. Теперь ксенофонд говорит, у Сократа есть блаженная деятельность. Он с подлинными учениками читает книги умных мертвых мужчин. В чем проблема? В этой книге не по всей книге целиком. И я боюсь, что и во всех остальных тоже. Мы ни разу не видим примера того, как Сократ с кем-то что-то читает и разбирает. В моменты его высшей деятельности мы никогда не видим Сократа. И это большая беда. Мы видим его только в моменты низшей философской активности. И из этих моментов мы должны себе, с точки зрения ксенофонта, воссоздать саму философию Сократа и представить, как выглядит высшая философская деятельность. В этом смысле чтение этой книги – это прохождение проверки на вшивость. Вы способны или не способны увидеть, в чем заключается высшая философская деятельность, что она из себя представляет и чем она оборачивается? В другой раз как-то Антифон спросил его, почему он думает, что другие дела способны на государственные деятельности, сам не занимается ею. Да, смотрите, третье нападение Антифонта, самое короткое здесь, заключается не в том, что Сократ бедный, как в предыдущие два, а заключается в удивительной новой нападке. Если ты такой умный, то почему ты нами не управляешь? Если Сократ считает, что он может давать советы, то есть обладает политическим знанием, почему он не становится политическим руководителем? То есть знание равно господство. Классическая платоновская вещь. Знание… Почему классическая политическая философия выступает против демократии? Если знание, политическое знание существует, надо обращаться к профессионалу, и с демократией надо кончать. Демократия – это доказательство того, что политического знания не существует, что надо договариваться. Что мы против естественного знания, признавая, что это естественное знание никогда не достижимо, выдвигаем конвенцию и говорим, мы не знающие, поэтому мы будем решать решение. И это решение должно быть коллективно, потому что мы все равны в своем незнании. Так рождается демократия. Как только в этом пуле незнающих появляется знающий, демократия заканчивается. Итак, антифонд наносит смертельный удар. А, если правда, что умеет. Сократ отвечал. А в каком случае антифонд? Я больше занимался бы государственными делами. Итак, помните, почему не занимается политикой Сократ у Платона? Потому что это грязное дело, там людей убивают. И Сократ, естественно, не хочет умереть. По понятным причинам. Умереть, конечно. Трус. Какой убивать-то? Тут не умереть бы. И Сократ, естественно, не хочет умирать. И поэтому он говорит, в политике... Я видел, что делается в политике. В политике всякое такое творится. Помните, он говорит в апологии, нормальный человек не может выжить в этой вашей политике. Я нормальный. Ну, подразумевая, естественно, что все остальные нет. Хорошо, что же говорит Ксенофонд? Я бы больше занимался государственными делами, если бы один занимался ими, или если бы заботился, чтобы было как можно больше людей способных заниматься ими. И смотрите, снова нет никакой реакции Софиста-Антифонда, и ни разу здесь нет никакой реакции Софиста-Антифонда. Итак, ответ Сократа очень простой, он звучит следующим образом, потому что политика не является первостепенной. Сократ не занимается политикой, потому что политика не является первостепенной. Что-то стоит над политикой, что-то управляет политикой, и этим чем-то, то есть философией, и занимается Сократ. Сократ не занимается политикой, Сократ занимается тем, что он делает политиков. Таким образом мы понимаем, что хотя у Сократа есть политическое учение, как уже говорил нам Ксенофонд, И есть политические ученики, как мы знаем, исходя из Крития, Алгевиада, Хармида и прочих. Эти ученики не являются подлинными учениками. Политика второстепенна, философия первостепенна. Возвращаемся снова назад и мыслим себе следующее. Ключевое свойство политики в противопоставлении с философией является ее коллективность. Политика не может быть индивидуальной. Политика всегда коллективна. В политике всегда участвует народ. Потому что ультимативно политика – это всегда война. Или она заканчивается войной, или она стоит на штыках войны. Ну, на копьях, давайте я скажу, войны, чтобы не было аллюзий никаких. Поэтому политика всегда массовая. Ключевым свойством философии, следовательно, будет оказываться ее индивидуальность, ее немассовость. И в этом смысле ключевым свойством учеников Сократа будет их индивидуальность. И хотя сегодня мы уже об этом и говорили, мы говорили об этом в перерыве, я напоминаю вам, что среди учеников Сократа нет двух одинаковых. Сократ породил Антисфена, который стал циником, киником. Сократ породил Аристипа, который стал гедонистом. Я напоминаю, что гедонисты и циники – это прямо два противоположных учения. Сократ породил Платона, который стал идеалистом, в кавычках. Сократ породил Ксенофонта, который стал реалистом, в кавычках. И они друг другу снова противопоставлены. Все ученики Сократа, в смысле те, о которых мы знаем, в смысле те, которые являются подлинными учениками, все они являются индивидуальными. И в то же время все они дали начало коллективному. Коллективное учение – гедонизм, коллективное учение – кинизм, коллективное учение – идеализм, коллективное учение – реализм. Мы видим, что философия является первостепенной по отношению к политике. Мы видим это заявление. Но мы не видим, что стоит за этим заявлением. Значит ли это, что философия в буквальном смысле управляет политикой? Значит ли это, что политика марионеточна? Потому что тот факт, что она второстепенна, не обязательно означает, что она марионеточна. Скажем, ручка по отношению к двери является второстепенной, но она не управляется дверью. Более того, скорее даже наоборот. Мы можем сказать, что она управляет дверью, так или иначе. Что это значит, мы не знаем. И заметьте, как ксенофонд указывает на это незнание, наше незнание, очень коротким отрывком. До этого и заявление антисфена было гигантским, и ответ Сократа был гигантским. Здесь и заявление антисфена короткое, и ответ Сократа максимально короткий. И более того, мы снова находим на проблему, о которой говорили до этого, а именно о том, что мы не видим реакции. Практически никогда мы не видим реакции. Сократ увещевает, Сократ учит, Сократ доказывает, но ни один из его собеседников не описан, практически никто, я повторюсь, есть те, которые описаны, не описан реагирующим на это. То есть мы не знаем, что произошло дальше. Почему? Почему ксенофонд никогда не говорит нам? И после этого этот человек в ответ на обещание Сократа стал уверенным, или воздержанным, или великим, или красивым, или умным, или и так далее, и тому подобное. Почему? То есть вы прям исторический ответ, но он уже знал, чем закончится общение с тем-то или тем-то. Более того, в некоторых ситуациях он присутствует лично. И, соответственно, реакция ученика, или реакция того, на кого обращена реплика... Реакция это не делается, в других, чем он описан, только только сделано, они как-то мысли. Нет, ну реакция может быть словесная. То есть, что ответил антифонд на это заявление? Может быть, у него был там какой-то сокрушающий аргумент против таких глупостей Сократа, и ксенофонд такой его, значит, под ковер смахнул такой, типа, не было ничего. Еще у кого-нибудь? Ответ не вне. Смотрите, вопрос серьезный, ответ, реакция на ответ тоже серьезная. Еще варианты какие? Короткий ответ, потому что мы уже знаем, какая была реакция на все эти увещевания Сократа. Ксенофонд нам во второй главе уже все сказал. Я отсылал вас к тому моменту, где ксенофонд говорит, что Сократ не смог остановить разложение. Решающий момент из обвинений, которые даны во второй главе. У нас уже есть ответ на вопрос, который мы задаем, когда задаемся вопросом, почему ксенофонд не рисует реакции. Ответ очень простой, потому что Сократ не смог остановить разложение. Нет смысла описывать реакцию антифонда или последователей Сократа на эту реплику Сократа, а они разложились. Эта деятельность, все эти увещевания Сократа ни к чему не привели. В смысле Сократ так и не смог достичь цели остановить разложение. Мы снова останавливаемся и снова задаемся вопросом. Хорошо, если философия не останавливает разложение, она ускоряет разложение? Ничего не делать. Ничего не делать? Ничего не делает. Ничего не делает? А тогда критий алкевят. Ну а не уничтожительно. Нет, смотрите, философия помогла им разложиться? Да. Если да, тогда получается, что философия как реакция на разложение не останавливает, не просто не останавливает разложение, ничего не делает, а она ускоряет разложение. Мы в прошлый раз с вами обсуждали, в чем заключается разложение. И мы понимаем, что это действительно так. Разрушая ценности отцов, разрушая строй предков, уже не на деле, а на словах, философия только подталкивает к разложению. В этом смысле философия не консервативна, она всегда с позитивным зарядом вперед. Но этот позитивный заряд вперед означает разложение и гибель существующего порядка или разложение молодежи. Хотя Сократ пытается в философии остановить разложение, философия только подхлёстывает разложение. И в этом смысле ответы, реакции собеседников на Сократа, на увещевание Сократа всегда отрицательны. Он делает только хуже, он не делает лучше. Кроме тех ответов, при которых он делает лучше, и ксенофонд нам их описывает. В частности, во второй книге, когда Сократ увещевает друзей дополнительно работать, привести там своих женщин, заставить их работать, договориться с сикофантом, там позитивные результаты описаны. Но в целом, подлинный ответ мы уже знаем. Нет, я хотел бы просто предложить альтернативу, возможно, да? А что, если она не успеет, а наоборот притормаживает разложение? Просто там в такой момент, что все эти юноши на каком-то этапе отказались от Сократа. Они просто отвернулись от очередного. Так он говорит, да, это хорошее оправдание. Потому что, если бы он сказал, они следовали учению Сократа, то это было бы не опровержение, а доказательство обвинения. Хотя у нас же был момент, где алкевиат вроде как бы показал, что он достигал. Алкевиат как раз да, алкевиат как раз показывает, что он 100% идет в ключе философского учения. И это 100% разложение, потому что это 100% против Перикла. Хорошо, еще какие-нибудь замечания? Что ж, тогда давайте перейдем к последней главе в этой книге. Посмотрим также, не внушал ли он своим собеседникам стремление к нравственному совершенству, к добродетели, тем, что удерживал их от государства. Он всегда говорил, что нет лучшего пути к славе, как сделаться на самом деле хорошим в том, чем хочешь казаться хорошим. Истину этого-то есть, и он доказывал так. Смотрите, снова, эта глава закончится ничем. И Сократ непонятно удержал или не удержал. Представим себе, говорил он, что надо делать человеку, который хотел бы иметь репутацию хорошего флейтиста, если он на самом деле не таков. И следует ли ему подражать хорошим флейтистам в том, что не имеет прямого отношения к искусству? Прежде всего, так как они имеют красивые костюмы и ходят в сопровождении массы слуг, то ему надо припасти себе побольше хвалителей. Но за самое дело нигде не следует браться, иначе он сейчас же окажется в смешном положении. Все увидят, что он не только плохой флейтист, но еще и хвостом. Мы видим не одно понятие, как это всегда бывает, а пару понятий. В смысле быть кем-то, быть, например, плохим флейтистом, и казаться кем-то, казаться хорошим флейтистом. Какую ситуацию обсуждает ксенофонд? Вот эту. Человек, который не является флейтистом, делает вид, что он флейтист. Это и есть хвостовство, это плохо. Но так как это бинарная пара, вы можете уже предложить все остальные четыре варианта. Давайте. Быть хорошим флейтистом, казаться плохим. Это уже вот оно. А, быть хорошим флейтистом, а казаться плохим. БЫТЬ ХОРОШИМ И КАЗАТЬСЯ ХОРОШИМ Да. Быть. Быть хорошим и казаться хорошим, казаться хорошим. Быть плохим и казаться плохим. Только эта ситуация является ситуацией хвостовства. Быть хорошим флейтистом и казаться плохим флейтистом, возможно? Ну да. Да, действительно, действительно, но это не ситуация хвостовства. Это наоборот ситуация скромности. Хорошо. Быть плохим и казаться плохим, это вообще не ситуация, мы все плохие флитисты и кажемся плохими флитистами. Это исключается. Остается решающее. Быть хорошим и казаться хорошим, это хвостовство? Нет, почему? Это объективность. Что он понимает? Сложно. Смотрите, плохо только вот это. Нет ничего плохого, потому что быть хорошим и казаться хорошим. То есть хвастаться, основываясь на... То есть ситуация хвостовства казаться хорошим. То есть кичиться, восхвалять себя. Она плохая только в том случае, если вы не являетесь хорошим. Если вы на самом деле хороший, она выпадает из ситуации. Она остается хвостовством, но это больше не плохое хвостовство. Но если он расходов нести будет много, а пользы получать никакой не будет, да и сверх того, еще будет иметь дырную репутацию, не будет ли жизнь его тяжелой, убыточной и всеми осмеянной? Ага. Командующим или рулевым, не будучи таким на самом деле. Если бы он желая оказаться способным к этой деятельности, не мог убить в этом других. Разве не было бы это для него горем? А если бы убедил, то еще больше несчастьем. Ведь несомненно, что получив назначение править рулем или командовать войском, человек, не имеющий был бы причины, гибели тех, кого вовсе не хотел бы купить, и сам должен был бы ретироваться с позором и горем. Точно так же доказывал он, невыгодно считать себя богатым, храбрым, сильным, не будучи таковым. И предъявляя требования, говорил он, превышающие их силы. Если они не могут их исполнить, но считаясь достаточно способными, то снисхождение они не получат. Итак, решающий момент здесь заключается в двух вещах. Первое. Казалось бы, Сократ должен упирать нам на знания. Говорить о том, что решающим моментом является знание, связанное с тем, как быть флитистом, а не казаться им. Но Сократ упирает не на это. Сократ упирает на то, что если вы действительно только кажетесь, а не являетесь, у вас будут физические проблемы, физические трудности. Вам просто невыгодно быть таковым. И второе замечание, мне кажется, чуть более существенное. Еще раз, точно так же доказывал он, невыгодно считаться богатым, храбрым, сильным, не будучи таковым. Хорошо. Значит, мы находим здесь, по крайней мере, одну классическую доброветель. Мужество. Мы должны задаться вопросом о решающих, о других двух. Третью сейчас оставляем в покое, она нам не нужна. Выгодно ли казаться, но не быть справедливым? Да, выгодно. Хорошо. Выгодно ли казаться, но не быть мудрым? Да. Таким образом, Сенофонд показывает нам, что есть добродетели, в случае которых невыгодно казаться и быть, а есть добродетели, в случае которых выгодно казаться, но не быть. Собственно, не учит ли Сократ своих учеников казаться справедливыми? В смысле, подчиняющимися закону. Не выглядит ли сам Сократ, кажущимся справедливым, не будучи справедливым, и кажущийся мудрым, не будучи мудрым? Оставим второй вопрос за скопами, перейдем к первому, к справедливости. Что мы понимаем про справедливость? В самом простом ее определении, в самом базовом. Подчинение закону. Это политическая философия, мы не говорим здесь о чем-то более существенном, только о подчинении закону. Но мы ведь уже знаем, в чем обвинение против Сократа. В смысле, в противозаконности, в том, что он преступник. Был ли Сократ преступником, который выходил на рыночную площадь, чтобы всегда быть у всех на виду, и именно поэтому всем казаться не преступником. Когда мы говорим о ворах, убийцах, насильниках, что мы представляем себе в первую очередь? Ночь. Отсутствие свидетелей. Вот в чем заинтересован вор, убийца, насильник. Человек, который заинтересован в том, чтобы вокруг него свидетелей было как можно больше, выглядит противоположностью этого преступника. Он выглядит человеком, который заинтересован в соблюдении справедливости, в соблюдении законности. Именно поэтому, Сенофон говорит нам в первых главах, он все время был на виду, все видели, как он приносил жертвы, все слышали, что он говорил, и так далее, и так далее. Для нас это серьезный вопрос. Если Сократ действительно был преступником и только хотел казаться справедливым... Почему он не рисовал свидетелей? Нет, чтобы казаться справедливым. Для того, чтобы это объяснить. Если Сократ был преступником и хотел казаться справедливым, мы должны задаться сразу обоими вопросами. Почему он был преступником? В смысле, почему философия не может не быть преступлением? И почему она должна казаться непреступлением? Короткий ответ. Почему она должна казаться непреступлением? Сенофон нам только что объяснил. Потому что это выгодно. Более длинный ответ должен включать в себя ответ на первый вопрос. Почему философия является преступлением? Мы можем попытаться дать короткий ответ, который уже давали. Потому что она ведет к развращению молодежи. Или потому что она ускоряет развращение молодежи. Не обязательно ведет к нему. Развращение молодежи. Развращение старых порядков. Развращение старых законов. Куда вас отослать? Облака. Конец облаков. Да? Доказательство того, что сыны могут бить своих отцов. Это вот просто гибель патриаркальным обществом. Часть из вас читали со мной облака. Поэтому знают, что там не только отца убийства обсуждается. Но и инцест. Мы понимаем, что философия это преступление. Но этого мало. Мы должны раскрыть эту тему. Но у нас нет на это времени. Свальте господи. Вот. Поэтому я лишь ограничусь указаниями на эти два момента. Значит, философия это всегда преступление. Или, по крайней мере, в основной своей части преступление. Поэтому философия всегда заинтересована в том, чтобы представать справедливой. В смысле, это выгодно, представать справедливой. Поэтому философия всегда преступление, которое выдает себя за защиту порядков. Возвращаемся к обвинению, которое выдвигает против Сократа Ксенофон. Он не смог остановить разложение. Иными словами, он что? Он хотел остановить разложение. Это и есть та самая кажущаяся справедливость, о которой мы с вами говорим. Утверждение о том, что Сократ хотел остановить разложение, это попытка выставить Сократа справедливым при признании того факта, что он не был справедливым. В смысле, что он не смог остановить разложение. Теперь мы оборачиваемся назад и видим, что философия кажется нам, теперь, теперь кажется нам немного другой. В смысле, она не останавливает разложение, при этом подталкивая его. Она активно подталкивает разложение, при этом делая вид, что его останавливает. Я, наконец-то, я могу остановиться. Можно сказать, что вопрос о иерархии, точнее, ответ на вопрос сопоставления естественной иерархии и общественной, состоит в том, чтобы разрушить общественные посредства философии. Давайте немного более обтекаемо. Состоит в том, чтобы выбрать естественную иерархию? Разрушив. Так как они противопоставлены друг другу, процесс разрушения является вполне естественным. И заметьте, так как ни одна иерархия не может обеспечить совпадение, так как ни одно общество не может обеспечить совпадение естественной иерархии, философ, вынужденный все время делать выбор в пользу естественной, все время будет разрушать общественную. В этом смысле это безвыходная ситуация, да. Александр Николаевич, мне кажется, что очень сильно редуцируется действительность, когда говорите, что справедливость в каком-то базовом смысле это совмедение закона. Если мы все-таки более классические, которые мы нам не раз приводили в определении справедливости, что много друзьям вред врагам, вы прекрасно знаете, что философ это брак города, и выступая против полиса, против его законов, он поступает справедливо, что делает вред своим врагам. Хорошо. Если вы прочтете дальше первую книгу «Государство», вы увидите, как Сократ оборачивает этот аргумент против того, кто его выдвигает. И юноша, который его выдвигает, несчастный полимарх, заканчивает этот диалог, эту книгу полностью совращенным Сократом. То есть он начинает с отцовского наследования, зло врагам, добро друзьям, а заканчивает полностью совращенным Сократом. Вы правы, что я когда-то говорил вам такое, но потому что это общий курс. И общий курс в рамках Платона. Псенофонд ни разу не говорил нам еще про зло врагам, добро друзьям. Он пока говорил нам только про его соблюдение закона. Ему волнует только это. Он с этого начинает книгу, и этому она посвящена. Сократ не нарушал двух законов. В этом смысле Сократ приставал справедливым. Более того, если вы сейчас выйдете на улицу и спросите, что есть справедливость, никто не скажет зло врагам, добро друзьям. Но никто не скажет соблюдение закона, скорее всего. Скажешь, что там доброта, там равенство, еще какой-нибудь чушь. Точно не перескажешь, что надо... Нет, скажешь, я тоже выбираю соблюдение закона. А мы просто политологические опросы там... Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сейчас сложно сказать, что скажет обыватель. Но, скажем так, мнение о том, что справедливость – это подчинение законам, является самым базовым и самым простым. В смысле, оно ничего не требует. Мы живем в обществе Х, и справедливость здесь заключается в этом. В смысле, во всяком обществе справедливость заключается в разном, потому что законы разные. Но справедливость везде заключается в подчинении законам. То есть, это самое универсальное понятие. Какой пример я могу вам привести? Аристотель. Первая книга политики. Аристотель дает определение справедливости как подчинение законам. Смотрите, велит ли закон лидит врагам? Да, конечно, война. А, ну война. А в личном нет. Ну, лично, да, да. Мы сейчас до этого, мы до личных врагов дойдем. Но так личные враги, значит, не враги вовсе. Велит ли закон помогать друзьям? Конечно. Значит, даже то, даже если мы возьмем конкретный закон, он так или иначе попадает в рамках определения справедливости. Я тут опять не согласен. Ну, смотрите, допустим, как им Гетерия Барфина. У него враги это демократический порт. Ну, более графический. Да, 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 да. Гетерия, я аж испугался. Да, да, да. Закон ничего не говорит про то, что вы должны там вредиться. Демократический порт. Нет, нет. Потому что это ваши враги. Смотрите. Хотя это справедливо с точки зрения... Именно поэтому члены Гетерии это заговорщики. В смысле, они по определению враги режима, они противозаконны. Они преступники. Но они поступают справедливо, когда вредят. Так они объясняют себе свои поступки. Мы, конечно, определений справедливости много. И вы можете построить уровень или иерархию этих определений от самого базового к самому точному или самому высокому. Именно поэтому я говорю вам. Самое базовое заключается в справедливости, это законность. Без этого определения справедливости невозможно никакое общество. Потому что без закона невозможно никакое общество. Потому что парень вы говорили, что справедливость, а я тебе дал это не было. Да-да-да, исполнение контракта, конечно. Но в этом смысле закон — это исполнение контракта. Да. А может, он просто неожиданно появился? Помните, мы обсуждали Критти Алпериат, который испортился... При олигархии и втором для демократии. Да-да, но один даже не при олигархии, а насколько я помню, говорит, что после олигархии он бежал к Эрсалию, и там оказались, в общем, скорее людей склонны к нарушению закона, чем к заключению его. Он испортился. Это ведь интересно, потому что он не мог сказать, что он испортился при олигархии, так как при олигархии он еще контактировал с Сократом. Только в отрицательном ключе, помните, да? Это столкновение. Да, и это странно, что он приходит к власти, Ксенофон говорит, тут он еще нормальный, он испортился уже потом, когда он бежал к Владимирам. И при этом он запрещает Сократу учить молодежь. Да, но... Будучи, как бы, возможно, политическим учеником Сократа. Смотрите, Критий прекрасно понимает, почему Сократу надо запретить учить молодежь, потому что он только что установил режим, и, естественно, Сократ оказывается кем? Преступником и врагом этого режима. Естественно, этот режим заинтересован в том, чтобы остановить Сократа. Другое дело, что вы видите, что Критий нормальный, и вместо того, чтобы просто схватить его и убить, он контактирует с ним. И более того, не сам. Это делает второй из 30 тиранов, которые совершенно не понимают, что происходит. Критий же, наоборот, улыбается, у них с Сократом взаимопонимание. И помните, Сократ не против закона. Он как раз говорит, я готов подчиняться, но... То есть он предстает справедливым, но... То есть эта ситуация абсолютно укладывается, которую вы описываете в нашу нынешнюю схему. Хорошо, да. Если закон несправедливый... Такого не может быть. Ну просто, еще тогда вопрос возникает по поводу правительства. Он же сам получает устанавливание закона, значит правительство... Помните, следующий после беседы с Критием, это беседа Алкивиада и Перикла. Тот, кто устанавливает законы, тот и справедлив. А кто говорит Периклу? Помните, да? А устанавливает законы всегда доминирующая сила, поэтому все законы всегда тиранические. Не может быть закона, не являющегося тираническим, в смысле неустановленного, против чьей-то воли. То есть тиранические люди... Нет, то есть любое государство является тираническим. И там даже Алкивиад говорит, да, если большинство не посоветует... Не убедить, да, да. С лучшими людьми из меньшинства... Ты слушаешь людьми, которые из меньшинства, да, вы что-то... И Периклов, да, да, мы это читали. Это великое обвинение всякому режиму. Философия несправедлива, потому что ни один режим не может быть справедлив. Подлинная справедливость, о которой говорит нам Александр Альдарович в том или ином ее виде, это философская справедливость. Я же отсылаю вас к той, о которой мы говорим сейчас, к политической. И в этом смысле ни один режим не может быть подлинно справедлив. И так как он не может быть подлинно справедлив, ни один философ не может быть политически справедлив. В смысле не может следовать законам режима. Еще один штрих в нашу копилку столкновения естественной общественной иерархии. Хорошо, давайте двигаться дальше, если у вас больше нет вопросов. Дочитаем до конца. Мошенником называл он немалыми того, кто получил от кого-нибудь с его согласия, деньги или посуду, не возвратив этого. Но величайшим мошенником называл он того, кто на самом деле, будучи ничего не стоящим человеком, сумеет обмануться гражданам, убедив их в своей способности стоять в его голове государства. Вот такими разговорами, казалось мне, он держал своих собеседников по тостмам. Заметьте, это казалось мне, и заметьте, такими разговорами. Это не разговор, это как бы прямая речь. Но опять же, не удерживая, да? То есть, ксенофон-то казалось, но он не удерживал. Наконец, естественно, мы должны задаться вопросом, хорошо, мы поняли, что Сократ хвастается в смысле не является справедливым, но кажется справедливым. Без этого хвастовства никак. Но никто не скажет, что это хвастовство, когда вы не являетесь справедливым. И ксенофон не говорит нам, что это хвастовство, он специально исключает справедливость и мудрость из списка. А что является хвастовством? Есть ли какое-то хвастовство Сократа, о котором мы знаем, именно классическое, как мы его понимаем сегодня, хвастовство? Есть ли такой момент, когда Сократ хвастается чем-то? Чем-то, что как бы доказать-то нельзя? Тем, что он делает совершенно не себя и свои... Нет, ну... Про то, что нет никого мудрее, чем он... Не здесь! Глядно, что там, может, пить и не пить? Это доказанный факт! Доброведительно! Демон! Сократ хвастается, когда говорит, что боги говорят с ним напрямую, что он слышит голос бога. Нормальные люди прекрасно понимают, что демон Сократа, демона Сократа не существует. Есть моменты, в которых Сократ напрямую хвастается. И все знают, что он хвастается. И помните, что ксенофон говорит, что, возможно, именно это стало причиной обвинения в нечестии. В смысле, все знали по слухам, что с Сократом общается бог напрямую. Ну, понятное дело, никто из здравомыслящих людей в это не верил. Мы, следовательно, должны задаться вопросом, зачем это хвастовство Сократу? И мы тут же знаем короткий ответ. Потому что речь идет о выгоде. Почему-то божественная связь Сократа с демоном выгодна Сократу. Мы даже знаем, почему. Другой вопрос. Является ли выгода от этой связи больше, чем невыгода от смерти в результате обвинения в нечестии? Или, если вы позволите мне задать этот вопрос по-другому, чтобы вам было над чем подумать. Претендуют ли ученики Сократа, ксенофонта и Платон на связь с божественным? Напрямую, я имею в виду, связь. То есть, как бы, вы, вай-фай, бог. Что же, на этом мы заканчиваем первый удар. Если вы хотите стать справедливым, быть справедливым и казаться, если хотите стать справедливым, это подчинение закона, то казаться справедливым можно только реальное им следное. И то есть, получается, автоматически... Нет, почему? Смотрите. Но нельзя делать вид, что ты не подчиняешься законам. То есть, ты должен подчиняться, иначе ты не пишешь. Нет, нельзя, вы правы, нельзя не делать вид, что ты подчиняешься законам. Но можно не подчиняться. Смотрите, вы доходите до перекрестка, видите, посмотрите на нашего перекрестка, смотрите налево, смотрите направо, полицейских нет, можно перебегать. А если они там есть, вы же не станете перебегать, верно? Но в любом случае, если вы перебежали, и к вам подходит полицейский, который не видел, как вы бежали, что вы ему скажете? Населенный прошла. Все, честно. Получается, если я думаю, вы запомнили, значит, я не набываю, а не казалось. Вы продолжаете казаться справедливой, потому что никто не видел, как вы убивали ночью. Помните, ночь, да? Добираетесь до подъезда, зарезаете бабушку, на следующий день платите налоги. Вы абсолютно правы. Нельзя не казаться справедливым. Но можно быть несправедливым. Вы при этом отчасти тоже не обеспечиваете? Ну, в смысле, конечно, вы подчиняетесь одним законам и не подчиняетесь другим. Но факт преступления остается фактом, да? Мы должны задаться, давайте, еще одним вопросом. Есть ли такие законы, которые нельзя приступить? В смысле, есть ли естественные законы? И тогда получится интересная вещь. Если естественные законы есть, то все люди, как неспособные их приступить, и кажутся справедливыми, и являются справедливыми. То есть, естественные законы превосходят законы конвенциальной, и тем фактом, что естественные законы нельзя нарушить, и потому все люди являются, естественно, справедливыми. Но это уже такой гопсолоковский заход, который тут будет, и который, естественно, заканчивается чем? Инцестом и отцу убийством. Потому что нет никаких проблем, нет ничего, чтобы удерживал вас от убийства отца и совокупления с матерью или сестрой. С сестрой так вообще ничего. Хорошо. Мы переходим ко второй книге. Я напоминаю вам, если еще какие-нибудь вопросы нет. Ну, я вот на самом первом вопросе про количественное превосходство. Все-таки откуда вы взяли этот тезис и... Ну, это очень простой тезис. Там, Куликовская, Бородинская, Невская и когда-либо... Подождите, вы перечисляете мне мифические сложения, которых либо не было... Нет, конечно, наверное, такие ситуации были. Ну, не конечно, наверное, а конечно, были. Но мы не говорим сейчас про сложение на войне. Мы говорим сейчас про политику. Даже если такая ситуация в политике была, а они, естественно, тоже были, это не меняет факта того, что большинство всегда сильнее. Если вам удалось обмануть большинство, это здорово, и вы победили. Но это не значит, что баланс сил изменился. Вас численно всегда меньше, и это значит, что вы всегда слабее. То, что силы, если принимать только физическое, иногда отличают мудрее, может обмануть... Да, да, да. Но это, а, не меняет остановки физических сил. Б, мы помним, что решающий момент политики – это насилие, а это значит физическая сила. Простое применение физической силы. Какой бы ни был сильный Арнольд Швастнеггер и сколько бы фильмов, где он убивает 100 зарубежных солдат, он не снял в одном кадре. 100 зарубежных солдат его убил. Хорошо, давайте по-другому. Открываете, приходите домой. Давайте, я продиктую вам, что будете делать в этой жизни сегодня. Приходите домой, открываете Энста Юнгера. Книжка называется «Рабочее господство и гештальт». Произведение называется «Тотальная мобилизация». И видите, как Юнгер описывает, «Демократия приходит тогда, когда в руках у человека оказывается оружие, способное убить другого человека». И разница в силе, та самая разница в силе, о которой вы говорите, больше ничего не значит. Потому что у меня пуля, и у вас пуля. И наступает чистая демократия. Побеждает кто? Тот, у кого больше пуль. В смысле, у кого больше выстрелов. В смысле, у кого больше населения. Я понимаю, ваше стремление, это абсолютно обоснованное стремление сказать, что подлинная сила измеряется не в количестве, а в качестве. Да, гигельянская такая прям. Нет, мы в политике, все еще в количестве. То есть, смотрите, откуда возникает желание обмануть большинство? Из понимания, что принудить большинство вы не можете, так как вы слабы. Сократ не обманывал большинства по понятным причинам. Для меня понятным, мы сейчас не касаемся. Помните, это обвинение, против которого ксенофонд не выступает. Сократ, как Одиссея, он полютропос. Он каждому говорит ровно то, что тот должен услышать. Никогда не говорит правды, и никогда не говорит двум разным людям одного и того же. Именно поэтому мы затыкаемся вот на такие схемы. Да. Ну, насчет главное то, что внутри, а не снаружи. То есть, я сейчас буду читать литературу какую-то классическую. Меня родная мать, например, будет говорить, что главное то, что внутри. Да, да, да. Я тебе буду представлять, что на самом деле придумал Сократ, чтобы совращать матч. На это был мой расчет. Теперь вы увидите... Как с этим жить? Вот. Вот. Наконец-то вы задаете классический философский вопрос, с которым мы начали. Как жить? Слава Богу. Это самый простой и яркий пример того, как классическая политическая философия на самом деле доминирует над подстанством до сих пор. Ну, в первой этой теме говорят, что есть какие-то естественные цели, которые достигнут только естественно прекрасную. Нет, я говорил немножко другое. Я говорил, что если есть естественные цели, мы можем подразумевать, что красота является частью этой цели. Но смотрите, очевидно, что когда вы решаете, что некто красивее другого, вы строите иерархию. И очевидно, что эта красота не может быть инсталлирована в вас. Это не мода. Вы найдете красивого мужчину из тысячи и сегодня, и завтра, и через 20 лет. Поэтому вы можете сказать, что так как это стремление является естественным, в смысле не модным, это стремление является частью естественной цели. В смысле иерархия красоты является частью естественной иерархии, потому что красота естественна, она не искусственна. А да, у меня вопрос. Почему философия естественной иерархии? Вершина естественной иерархии. Давайте аристотелевский ответ очень короткий. Если человек отличает от других животных разум, Ну все, да, да, как бы. Сократ такого не говорит. Все более сложно. Но мы подразумеваем, что если бы было занятие, которое было бы более высоким в иерархии, чем философия, Сократ бы занялся именно этим занятием. То, что философы бедные, ближе к естественной цели, значит они выше иерархии. Нет, 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 нет. То, что философы бедные, это как раз доказательство, это опровержение того, что искусственная иерархия, Или в данном случае монетарная иерархия, конвенциональная иерархия является истиной. Смотрите, диалектическое движение, вы можете узнать это у ксенофонта, если вы откроете лакетимонскую политику. Диалектическое движение выглядит так. Мы знаем, что мнение тем более ложно, чем больше людей его разделяет. Это логично, потому что большинство людей это худшие представители человечества, Поэтому чем более широко распространенным является некое мнение, тем более удаленным от истины оно и будет. Соответственно, говорит ксенофонт в лакетимонской политике, я признаю мудрость Ликурга, Потому что Ликург сделал гениальную штуку. Он взял, посмотрел, как думают все остальные и сделал ровно наоборот. Вот это самый простой способ приблизиться к истине без познания. Диалектика. Вы берете самое общераспространенное мнение, а я напоминаю вам это мнение об инцесте. И говорите, раз это мнение является самым общераспространенным, оно очевидно самое неверное, Поэтому инцест в моем государстве, сказал Ликург, будет нормой. И сделал нормой инцест в Спарте. Да, но Сократ же не выходит за пределы дел человеческих, за пределы искусственной иерархии. Он же сам говорит, что на природе мне неинтересно, на физике мне неинтересно. То есть как-то выходит странно, но вы еще предполагаете, что это человек... То есть он не выходит за пределы политики, вы хотите сказать? Да, он копается. Смотрите, является ли политическое человеческим? Да. То есть человек это животное политическое? Конечно. Аристотель. Ну да. Сократ разделяет эту точку зрения? Ну вот. Да. Александр Николаевич, если у нас есть еще немного времени, то хотели бы вернуться к этому вопросу? У нас есть столько времени, сколько вы захотите. Конечно. То есть смотрите, вот раз уж мы вспомнили об уважаемом юнгере, а помните, что он писал про период до... Смотрите, как я могу легко. А я не помню. Смотрите. Ну что раньше война была в сословии небольшого количества людей, что вот условно там рыцари были на самом деле мало, но они могли разогнать огромных количествах крестьян. И на самом деле мы можем помнить и более древний, и более поздний пример того, как разум, конкретно разум и определенные умения, навыки, они превосходят количественные показатели какие-то. Я могу с вами... Да, у вас есть какое-то задолжение. Ну, при победе меньшинства, оно потом становится большинством. Нет, ну смотрите, вот на примере. Я, значит, я рад, что вы зацепились. Это хорошо. Значит, вы зацепились, и я должен извиниться. Пример никогда не объясняет, он только показывает. Пример из юнгера должен был показать мою точку зрения, просто прояснить его. Он не должен был ее объяснять. Поэтому, когда вы говорите, что в ситуации войны, в ситуации физического насилия, бывают такие случаи, когда хорошо вооруженное большинство, ну, меньшинство, прошу прощения, превосходит плохо вооруженное большинство, я с вами согласен, но именно поэтому юнгер говорит о ружье, в конце концов. Оружье. Лошадь. Когда вы добавляете к себе лошадь и доспехи, когда вы добавляете к себе несколько сот килограмм, вы становитесь физически сильнее. Оружье – это то, что уравнивает эту физическую разницу. И снова возвращается век масс. Здесь, опять же, смотрите, концепция искусства войны, понимаете? Искусство производства, технологии. Да, значит... Это вещи, которые не уравнивают. Хорошо. Сегодня вы уйдете домой, думая о том, что мама извлотила вас, и родственники извлотили вас, и я хочу, чтобы сегодня вы ушли домой с той же абсолютной мыслью, которую Сократ также продвигает, о том, что знание – это сила. Знание – это сила, это еще одна ложь Сократа, которую он должен продвинуть молодым красивым мальчикам, чтобы они в нем заинтересовались. Знание – не сила. Знаете, что возвращает вас, на мой взгляд, в кино, где, значит, один мастер пунг-фу убивает сто тысяч человек? Никогда такого не будет ни при каких обстоятельствах. Вопрос о массе – это всегда вопрос о том, насколько она велика. История развивается в сторону Энста-Юнгера. Давайте по-другому. Мы говорим о насилии, а вы сбиваетесь на войну. Давайте оставим насилие внутри государства. Победа в гражданской войне – на чьей стороне? На стороне меньшинства, у которого хорошее оружие, или на стороне большинства, которое хочет изменить порядок? Смотрите, если уж мы более классическим ментам берем, конкретно гражданские эпизоды. В Афинных была такая история, когда тиран там собрал… Да я как раз на нашу войну намекал. А, на нашу? Ну если на нашу, то мы можем сравнить с производством, которое было у большевиков, но не было у белых, которые там где-то за Уралом, что-то там с этими кавалерей и прочими вещами пытались не перейти до Москвы. Смотрите, может ли удержаться режим, большинство населения которого выступает против режима? Да. Смотрите, если тиран, условный, забирает у своих подданных оружие. Ну что он и делает обычно, да. Да. Они могут его руками забить? Нет. Если у него, грубо говоря, в 100 вооруженных гоббитов и тысячи граждан, которые с палками и дубинками, скорее всего ничего у него не будет. Масса не будет. Ну просто масса не готова в таких количествах умирать. Это другой вопрос. Вопрос готова или нет, это другой вопрос. Вопрос задавит? Задавит. Если будет готова, задавит. Ну это таком анализе. Нет, я понимаю, что не задавит. Что 100 умрет, а 900 убегут просто. Вы готовы сыграть в эту игру? Помните, в какой-то момент французские революционеры разбегаются от выстрелов пушек в Париже, а в какой-то нет. Сократ не собирается играть в эту игру, потому что это как раз признак неумеренности и признак глупости, не мудрости. Как только вы доверяете что-то шансу, так сразу вы проигрываете. Но хорошо, я вижу, что я говорю вам об одном, а вы как раз сбиваете меня хорошими историческими примерами. Мне кажется, это просто в той логике того времени это работало, а сейчас уже работало. Сейчас демократия вернулась настолько, что она работает... Вы, конечно, можете сказать что-нибудь про атомный взрыв, но мы вернемся от войны к политике. Своё население атомными взрывами не взрывают. Даже если совсем всё плохо. Вопрос решающий. Если большинство выступает против режима, удержится ли режим? Ответ нет. Когда большинство выступало, и вот оно сверху, а почему все это, какие-то там категория, какие-то вещи не хотят, они смогут, да? Нет, 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 речь не о смогут. Любой пример успешной революции, это пример, когда верхи не могут, низы не хотят. Вы можете как угодно взять пример. Не переворот, а революция это тогда, когда население, большинство населения уже не заинтересовано в существовании режима. Он ничего не даёт. И такой режим никогда не устоит. Мы создаёмся вопросом почему, ответ, потому что оно сильнее всегда. И всё. Нет, оно не управляемое, потому что большинство такое всем, что это все. Просто посмотрите, и спросите. Если опираться на макеобелия, который говорил, что любое организованное меньшинство может победить неорганизованное большинство. Это кто вам такое сказал? Макеобелия. Нет. Если вы откроете государя, вы прочтёте следующую формулу. Бедные всегда хотят, чтобы их не трогали, богатые всегда хотят трогать бедных. Бедные хотят, чтобы их оставили в покое, богатые хотят насиловать. Поэтому при любой ситуации всегда опирайся на народ. Точка. При любой ситуации, говорит макеобелия государю, опирайся на народ. Большинство всегда победит. Это Аристотель в пятой книге политики может сказать. Подумай о количественной и качественной разнице в силе и выбери более сильную сторону. Для макеобелия ответ простой. Более сильная сторона – это народ. Поэтому бойтесь, макеобелия. Да. Ну что, наверное, просто лично к вам вашей... Я заболеваю, всё. Да. Ваше отношение... Ну, вы спрашиваете, где я, где Сократ, что ли? Нет, я имею в виду про ваше отношение к Сократу. Ваше политический конкурс. А какое у Ницше было отношение к Сократу? А какое у Ницше было отношение к Сократу? Если бы я попытался ответить на ваш вопрос, без ответа давайте я оставлю, потому что это очень долго. Ну, мы должны досчитать хотя бы до чего-нибудь. Итак, смотрите, это глава первой и второй книги, но я уже предупреждал вас заранее, что деление на главы и на книги – это плохое деление. Поэтому сейчас, когда вы познакомитесь с... Да ладно, когда вы прочтёте название, которое наш редактор любезно дал этой главе, пожалуйста. Ну, разговор с аристипом, об умеренности... Да, значит, не об умеренности, естественно, а о воздержанности. И мы видим, воздержанность всё ещё здесь. Казалось бы, книга вторая, и тема воздержанности должна уйти. И она уйдёт во второй главе. Но в первой главе она ещё не уходит. Поэтому мы думаем, что деление на книге – сомнительное деление. Итак, ещё одна глава, последняя глава о воздержанности. Ещё и такой беседой, казалось, мне Сократно ушал своим друзьям желание развивать в себе воздержанность. Заметьте, что как бы желание Сократ внушал, не делал. Идея, питье, сладострасть, с ней и выносливость в перенесении холода, жары и труда. Да. Помните, что это одно из перечислений содержания воздержания. Узнав, что один из его собеседников в этом отношении отличается довольно большой невоздержанностью. Невоздержанностью. Заметьте, да, что где-то, где-то да. Он обратился к нему такими словами. Узнавшись, что один из его собеседников является невоздержанным, Сократ обращается к нему такими словами. И ксенофон предательски называет имя, хотя он не начал с названия имени. Скажи мне, Аристип. Собственно, это ученик Сократ и основатель гедонизма. Если бы тебе пришлось взять двоих молодых людей на воспитание, одного воспитывай так, чтобы он умел власть. Итак, смотрите, у нас есть хорошая цель. Сократ ставит себе целью заставить Аристипа быть чуть более воздержанным. Знай, что в случае Аристипа невоздержанность это не естественное стремление, а это философская позиция. То есть вы не можете переубедить невоздержанного человека, но можете переубедить человека, который выбрал невоздержанность как свою философскую позицию. Помните разницу между Дуласом, Андроподом и Свободным Человеком. Воспитывать так, чтобы он умел властвовать, а другого так, чтобы он мечтал о власти. Как стал бы ты воспитывать каждого из них? Хочешь, рассмотрим этот вопрос, начиная с пищи, как будто с азбука. Сократ начинает с еды, но он не спрашивает обо всем. Он спрашивает не об издержанности в целом. Он спрашивает о деталях воздержанности, но нас интересует не это, нас интересует контекст. В каком контексте он спрашивает о воздержанности? Ну-ну-ну-ну. Не-не-не-не. В контексте власти? Да, в контексте политической власти. Каким-то образом вот эти понятия о воздержанности связаны с политикой. То есть это же не просто философия, это политическая философия. Если бы Сократ спрашивал его не в контексте политики, сомневаюсь, что ответ был бы какой-то другой. И мы поймем это по разговору. Аристип невоздержан и выступает за философскую позицию невоздержанности с позицией полной аполитичности. Если вы аполитичны, то есть если вы ушли из общества во всех смыслах этого слова, нет никакого смысла быть воздержанным в еде, вине, сексе, сне и так далее и тому подобному. Все это необходимо только для жизни в обществе. Аристип отвечал, да, действительно пища это начало воспитания. Как мне кажется. Да, значит, вы понимаете шутку, потому что это отсылка к Лакедемонской политее 1.3. Напоминаю для тех, кто не знает об этом, Лакедемонская политея 1.3 начинается как Лакедемонская политея Крития. И начну я, пожалуй, с деторождения. Вопрос о создании суперсолдата. Вопрос о создании суперсолдата начинается с зачатия, с кормления будущей матери. Кто помнит, умерено это кормление или нет? Разрешается ли спартанкам вино? Беременные спартанки пьют вино? Да, по-моему. Да! Никакого воздержания. В том смысле, что все остальные греки требуют, чтобы беременная женщина не ела много и не прикасалась к вину. Но так как это делают все остальные греки, ликург диалитический требует прямо противоположного. Нельзя жить, если не будешь питаться. Значит, желание кушать пищу, так как, когда настанет время, должно являться у них обоих. Да, должно, отвечал он. Так вот, которого из них мы будем приучать ставить выше исполнения неотложного дела, чем удовлетворение желудка? Того, клин и зевсам, отвечал он, которого будем воспитывать для власти, чтобы государственные дела не оставались неисполнены во время его правления. Да, все просто. Неумеренность нужна для политического сообщества, потому что предполагается, что так как существует политическое сообщество, дела политического сообщества важнее, чем ваши личные дела. Значит, продолжал Сократ, и когда они захотят пить, надо приучить его уже переносить жажду. Смотрите, Сократ следует изначальному списку. Еда, затем питье. Мы ожидаем дальше... Что? Судостность. Секс, конечно. Конечно, отвечал он, которого будем приучать к умеянности в сне. Заметьте, а что происходит? Происходит не это. Пока мы еще не перевернули страницу и не видим всей картины, мы думаем. Сократ не говорит о сексе с Аристипом, потому что ему стыдно. Сократ не говорит о сексе с Аристипом, потому что секс не является политическим. В смысле, потому что великий управитель народов, он может управлять народами одновременно, значит, двигая бедрами вперед-назад? Нет. Но сначала давайте дочитать. О которого будем приучать? Умиренности в сне, так, чтобы он мог и поздно лечь, и рано встать, и совсем не спать в случае надобности. И к этому его же, отвечал он, ну а к умеренности наслаждение от любви, так, чтобы этим не было помеха в исполнении обязанностей. Удивительное дело. Сократ все-таки говорит о плотской любви, о сексе. Но в изначальном списке секс стоит третьим, сон четвертым. А в списке, когда Сократ перечисляет их по отдельности, сон стоит третьим, а секс четвертым. Ксенофонд забыл собственный порядок слов. Что мог бы хотеть показать Ксенофонд, переставляя две эти позиции? При том, что все остальные остаются на месте. Но он не сделал это просто так. Подумайте. Одно зависит от другого. Это как? Ну, после этого хочется спать. А так не хочется, да? Ну, в данном случае есть же зависимость. Наоборот, наверное, получается, самый важный акцент именно на этом стоит, раз оно переставлено. Ну, можно было бы сразу акцент на это поставить, и все. Тоже делать вот это. Ну, хорошо. Еще какие-нибудь варианты есть? Смотрите, есть простой вариант, что они взаимозаменяемы. Раз Ксенофонд их взаимозаменяют. То есть они меняются местами, и это нормально. Может быть, они взаимосвязаны, ну, может быть, так, как вы говорите, может быть, каким-то еще образом между собой. Как, мы пока не знаем. И к этому его же отвечал он. Ну, а которого будем приучать не избегать трудов, а, напротив, добровольно брать их на себя. И к этому того, кого воспитываем для власти. Ну, а которого следует приучать к посвоению науки побеждать врагов, если есть наука, пригодная для этого. Остановитесь и смотрите. А что-то исчезло-таки? Исчезло-перенесение жары и холода. Оно вообще исчезло. Остались труды. В смысле, можно ли научить человека переносить жару и холод? Как его можно научить переносить труды? Если да, то мы можем ответить, что перенесение жары и холода соответствует перенесению трудов, и это просто поглотило. Одно другое просто поглотило. Нет разницы между тем, чтобы научить человека переносить жару и холод и научить его переносить труды. Но другое дело нас интересует о науке побеждать врагов. Заметьте, что наука побеждать врагов, то есть знание о победе, идет вместе с перенесением трудов в один уровень. Перенесение трудов, наука побеждать врагов. Где мы можем найти помощника? В восьмой книге политики Аристотель говорит буквально следующее. Учеба всегда сопряжена с трудом, поэтому учеба никому не нравится, и учиться противно свободному человеку. Учеба и труд – это одно и то же. Быть умеренным в вопросах перенесения труда – это быть способным учиться. «Гораздо скорее к инвизиевцам того, кого воспитываем для власти», – отвечал он, – «потому что без таких наук не будет никакого толку от остальных». Да, давайте я еще на минутку вас отвлеку и скажу. Помните, что есть, естественно, невозделженные люди, и следовательно, есть люди, которые от природы не могут переносить труда. Следовательно, есть люди, которые от природы необучаемы. Значит, человек, прошедший такое воспитание, не правда ли не так легко попадется в руки врагов, как попадаются животные? Как известно, некоторых из них соблазняет желудок, хотя они очень пугливые, но желание поесть влечет их приманку, и они попадаются, других ловят на питье. Конечно, – отвечал он, – попадаются ли иные все эти из-за своей похотливости, как, например, перепилали и куропатки, которые стремятся на голос самки, объятые желанием и ожиданием наслаждения и любви». Заметьте, снова вдруг сбиваются они на разговор о похоти, и теперь он становится чуть-чуть более подробный, чем раньше. И забывает об опасности. А Аристип согласился с этим? Заметьте, ответ Аристипа не дан, просто сказано, что Аристип согласился. То есть, какие перипетии заставили Аристипа согласиться, и в чем именно состоял его согласие, ксенофот не говорит. Так не унизительный ли человек, как ты думаешь, если с ним случается то же, что с самыми неразумными животными? Так, например, соблазнители чужих жен проникают в терема, хоть и знают, что соблазнитель рискует не только принести наказание, которым грозит закон, но и попасть в засаду, попавшись подвергнуться позорному обращению. И хотя соблазнители ожидают такие бедствия и унижения, хоть и есть много средств избавиться от любовной страсти без всякой опасности, они все-таки идут на риск, разве это не полное сумасшествие. Вот все остальные тематики не обсуждаются, только эта тематика играет какую-то решающую роль. Мне кажется, так отвечал Аристип. Хотя самые необходимые занятия по большей части происходят под открытым небом, как, например, военные, земледельческие и другие немаловажные, тем не менее люди в большинстве случаев не закаляют себя против холодов и жаров. О, а вот, наконец-то, холод и жар. То есть у нас получается очень странный порядок, где Сократ идет по списку, меняет две позиции в этом списке местами, затем меняет еще две позиции в этом списке местами, после чего между ними двумя вставляет ту позицию, которая была изменена до этого. Мы должны подумать, почему секс играет такую большую роль в вопросе о политике. В обсуждении подготовки будущего политического лидера. Почему секс такой серьезный? Почему ни еда, ни сон, ни труды, в конце концов? Может, вопрос на среднем? Речь не идет о сексе с женщиной. Речь идет о невозделженности в сексе. Это все. Я уже говорил, что все равно был влюбленный с Чарли Казактус и Георган. Может, это сильно? Может быть, это, конечно, очень маловероятно, но одно дело, когда алкоголик правит страну, он хотя бы просто не может править. Это, конечно, плохо, что дела идут на самотеках, но другое дело, когда правит тот, кто любит кого-то другого, а тот человек может унизить интерес. То есть это маловероятно, это просто единственное. Вопрос коллектива, да? С одной стороны, любит и невоздерживает точно. Нет, это вообще никак не связано. Речь идет не о любви в данном случае, речь идет уже о физической зависимости скорее. Еще какие-нибудь варианты. Хорошо, я отсылаю вас к Киропедии, где Кир, собственно, соблазняется царицей Киликии и впадает в Эдюльтер. Почему-то Киру Адюльтер никак не мешает сделать империю империей. Аристип согласился и с этим. Значит, по-твоему будущему правителю следует развивать в себе способность переносить и эти неудобства легко. Конечно, отвечал он, значит, если людей воздержанных во всем об этом мы ставим в разряд годных к власти, то неспособных к воздержанию мы поставим в разряд тех, которые не должны даже мечтать о власти. Аристип согласился и с этим. Итак, невоздержанные люди, то есть это те самые рабы от природы, те самые досы, не могут претендовать на политическую власть. И Аристип соглашается. К чему клонит Сократ? К тому, что Аристип, занимающий позицию гедонизма, не может претендовать на политическую власть. Что же, раз ты можешь указать каждому классу этих людей его место, ты уже верно сопротивлял, в который из классов ты имел бы право поставить себя самого? Да, отвечал Аристип, и ни в каком случае я не ставлю себе в разряд тех, которые хотят властвовать. Ну, смотрите, но только не хотят, а, естественно, которые хотят, в смысле не могут. То есть невоздержанный человек не может властвовать, но часто хочет. Аристип еще и не хочет. То есть Аристип не против, он за то, чтобы быть вне политического порядка. Позиция раба от природы, позиция Дугласа ему понятна, близка, и он норм. Да, ему норм. Трудное дело добывать для себя самого, что нужно. Но лишь совершенный безумец, кажется мне, может недовольство с этим налагать на себя еще новое время, доставлять всем гражданам, что им нужно. Напомню, что это как раз ровно тот аргумент, который вы слышите от Сократа к Критабулу в экономике. Когда Критабул говорит, что он богатый, а Сократ говорит, нет, богатый я. Ты бедный, потому что от тебя все время дергают, государство все время требует у тебя денег. На жертвы, на армию, на флот, на государственные празднества и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А с меня он ничего не требует, потому что я нищий. Человек отказывает себя в удовлетворении многих желаний, в то же время, стоя во главе государства, подвергается наказанию в случае неисполнения всех желаний граждан. Разве это несовершенное безумие? Здесь безумие буквально афро-сюмин. Безумие – это не антоним воздержанности. Безумие – это антоним умедленности. Помните разницу между умедленностью и воздержанностью. Государство считает себя правее распоряжаться должностями лица. То есть безумие – это не невоздержанный человек, который хочет править. Безумие – это человек, который просто хочет править. Точка. Умедленность заключается в том, чтобы не заниматься политикой. Должностными лицами, как я, своими слугами. Как я считаю своим правом, чтобы слуги мне доставляли продукты в изобилии. А сами ничего из них не касались. Так как граждане думают, что должностные лица обязаны доставлять им всякие блага. Возможно, в большем количестве. А сами должны от всего отказаться. Да. Проблема с политической жизнью заключается еще и в том, помимо того, что она безумная, заключается еще и в том, что вообще все, в отличие от домашней жизни, где есть господин, а есть рабы. И рабы понимают, зачем они нужны. Рабы в случае политики думают, что господин существует для них. Для того, чтобы решать их проблемы. Становиться политиком, это значит начинать работать на рабов. В смысле, вместо того, чтобы наконец-то управлять ими, приходится все время им что-то делать для них. И аристип, естественно, как здравомыслящий человек, понимает, что высшее не может служить низшему. А значит, если вы являетесь представителем естественной иерархии выше, чем раб, вы не можете хотеть служить рабам. Так не все же рабы, там же есть и хозяева. Нет, мы говорим сейчас о дулосах. Не о рабах, в смысле, рабы не участники политического процесса, они не граждане. И до этого те, кто желает и сам уметь много хлопот, и другим доставлять их, я воспитывал бы так и поставил бы в разряд годных власти. А уж себя-то я ставлю в разряд желающих жить как можно вольготнее и приятнее. Аристип признает, гедонизм и политика несовместимы. Политическая позиция – это неподходящая позиция для гедониста. Гедонист ополитичен. Но цель-то Сократа, помните, выбить Аристипа с этих позиций, поэтому мы ждем нового наступления. Раз Сократ заговорил о политике, значит, Сократ будет напирать на то, что Аристип не сможет избежать политики. И раз он не сможет избежать политики, позиция гедониста – неприемлемая позиция, невыигрышная позиция. Мы должны держать в голове сразу же, а какова позиция Сократа по отношению к политике. Тогда Сократ сказал, «Так, хочешь рассмотрим и этот вопрос, кому живется приятнее, властителям или подвластным?» Хорошо отвечал Аристит. «Так вот, прежде всего, из числа известных нам народом, в Азии персы властвуют, а подвластны им сирийцы, прегийцы и лидийцы. В Европе скифы властвуют, а меоты подвластны». Заметьте, как Сократ переходит от индивидов к коллективам. «В Африке корфегиняне властвуют, а африканцы подвластны. Так вот, кому из них, по-твоему, приятнее живется? Или из Арина, в котором и сам ты принадлежишь, кому, думаешь, приятнее живется, господствующим или подчиненным?» Да, Сократ говорит, «Не бывает третьей позиции. Ты либо господствующий, либо подчиненный. Соответственно, либо ты насилуешь, либо тебя насилуют». Гедонист не любит, когда его насилуют. Ну, без согласия, конечно. Поэтому Гедонист должен выступать противником аполитичности, а быть сторонником политики. Напомню вам, что позиция Аристипа заключается как раз в том, что те, кто насилует, это Демос. А те, кого насилуют, это правители. Поэтому у Аристипа нет никаких проблем с тем, чтобы быть частью Демоса. Другое дело, что он застыл в свою точку зрения и сказал, что лучшее дело – это аполитичность, а не политика со стороны Демоса. Нет, отвечал Аристипа. Аристипа так просто не поймать, вы видите. «Я в класс рабов тоже себя не ставлю. Мне кажется, есть какой-то средний путь между этими крайностями, до которыми я и стараюсь идти. Хоть не через власть, не через лораст, а через свободу, которая, вернее всего, ведет честь». Смотрите, Аристип не говорит, что Сократ не прав. Действительно, есть те, кто насилуют, и есть те, кого насилуют. Аристип просто добавляет, есть еще те, кто не насилуют, и кого не насилуют. То есть Аристип, по-настоящему умеренный человек, считает, что существует срединный путь, и надо его выбрать. Да, сказал Сократ, если этот путь не ведет и через людей, как не ведет он и через власть, и через рабство, тогда, пожалуй, в твоих словах есть доля истины. Да, и Сократ соглашается, что если такой срединный путь существует, естественно, философ должен выбрать его вопрос. Существует ли этот срединный путь? Но если, живя среди людей, ты не захочешь ни властвовать, ни быть под властом, и не станешь добровольно подчиняться властителям, то, думаю, ты видишь, как умеют сильные, доводясь за свое слабых, как целые общины, так и каждого порознь держать их правство. Для тебя неизвестны случаи, когда косит хлеб, посеянный другими, рубит деревья, посаженные другими, и всячески притесняет слабых, не желающих подчиняться, пока не заставит их согласиться лучше быть рабами, чем воевать с сильными. И в частности в быту, но имеется в виду и дома, то есть в вопросах экономики, в вопросах ойкоса. В частном быту, опять-таки, разве ты не знаешь, храбрые и сильные порабощают трусливых и бессильных, выжимают из них соки. Достаточно. Сократ противопоставляет и продолжает упирать на безумную позицию, то есть на позицию неумеренную. Заявляет следующее. Позиция листипа простая. Я не насилую, меня не насилуют. Сократ отвечает, тогда тебя просто будут насиловать. То есть, если ты не насилуешь сам, тогда насилуют тебя. Причина этого заключается в жизни среди людей, среди коллектива. Жизнь сама по себе или коллектив. Значит, смотрите, коллектив сам по себе всегда политичен. Но если жизнь невозможна вне коллектива, жизнь всегда сама по себе является политичной. Мы задаем все вопросы. Не в этом ли заключается сократовское учение политическое? И мы должны для ответа на этот вопрос постараться посмотреть, что у Платона и что у Аристотеля по этому поводу сказано. У Аристотеля в меньшей степени, у Платона в большей степени. Откуда государство? Кто-нибудь помнит, откуда государство у Платона? Хорошо, давайте я попробую. У Аристотеля кто помнит, откуда государство? Ну, общины там объединились. Ну, 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 только... Семьи потом... Ну, только вы еще в обратном порядке. Еще назад шаг. А? Ну, назад еще шажочек от семьи. Что? Секс – основа государства, конечно же. Поэтому государство является естественным для Аристотеля. Так как секс является... Эротизм, давайте, является основой государства. Это с этого начинается первая книга политики. Так как два существа стремятся породить третья, и это стремление является естественным, два существа, естественно, объединяются. Так появляется семья, из которой появляется селение, из которой появляется город, а потом появляется государство. Да? Хорошо. У Платона совершенно не так. Платон не может позволить себе признать, что эротизм играет существенную или решающую роль в жизни человека по понятным причинам. Поэтому Платон говорит нам, что государство возникает из разделения труда. В смысле из-за того, что один человек не в силах обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. Поэтому он должен делать одно, сосед делает другое, следующий сосед делает третье и так далее. И так появляются дома, чашки, ложки, сапоги и все остальное. Таким образом, у государства Аристотеля, государство Аристотеля является естественным, государство Платона не является естественным. Оно возникает не из естественных стремлений, оно возникает из необходимости. Сократ Ксенофонта не говорит про то, что государство возникает из коллектива. В смысле, не говорит про то, что государство возникает из стремления к размножению. Он говорит, дом возникает из стремления к размножению. В смысле, ойкос. Но даже в ойкосе существует коллектив. В смысле, ойкос не политический. Полис и ойкос это два противопоставленных понятия. Но ойкос и полис объединены тем, что они оба коллективные. И там, где есть коллектив, там есть сразу иерархия. Начальник, подчиненный. Сильный, слабый и так далее. Именно поэтому избежать иерархии значит избежать других людей. Но избежать других людей, то есть уйти в пустыню, значит что делать? Голодать. Гедонист не может уйти в пустыню. Там нет секса. Там нет вина. Там нет укрытия от жары и холода. И там нет еды. Катастрофа. Поэтому гедонист должен выбрать какую-то другую позицию. Важно лишь для нас сейчас отметить, что Сократ утверждает, что политическое, в смысле коллективное, является неизбежным. Он не объясняет почему. То есть не берет аристотельскую точку, не принимает ни аристотельскую, ни платоновскую точки зрения в кавычках, а принимает только их последствия. И Аристотель и Платон согласны в том, что государство неизбежно. Что не получится анархия и, значит, всеобщие кантоны и пастухи на горах. Я отвечал Аристотель в избежание этого и даже не включая себя в число граждан. Я везде иностранец. Аристотель находит супер-супер ответ. Да, действительно. Дома насилует муж жену, в полисе насилует государь народ, а я не принадлежу к этой категории. То есть, будучи митеком, я не подчиняюсь законам этого полиса. В смысле, я могу уйти в любой момент, когда мне не нравится. Тут Сократ сказал. Да, вот это ловкая штука. Со временем... Ну, вот эта ловкая штука хорошо. Ну, хорошо хорошо. Да-да-да. Со временем уничтожения синиса, скированной и прокруста, иностранцев разве никто уже не обижает? Да, следующий аргумент Сократа очень простой. Так иностранцам еще хуже, чем местные. Нет, теперь за правило в родных городах не только издают законы с целью оградить себя от обид, но кроме родственников. А, но кроме родственников еще запасаются помощью друзей. Города окружают укреплениями, приобретают оружие для защиты от обид, а сверх того еще чужих краях добываются без союзников. Остановитесь. Хотя Аристип может сбежать от государства Икс, он никогда не может сбежать от чего? От своей семьи. Не только потому, что родственников не выбирают, но еще и потому, что он банально должен где-то жить, и кто-то должен приносить ему еду. Сократ понял, и Аристип понял, что в этой позиции Аристип проигрывает, и поэтому Аристип говорит, давай поговорим только о политике, о доме говорить уже не будем вообще. И Сократ приходит к политике. Обладая всеми этими союзниками, они тем не менее терпят обиды, а у тебя ничего этого нет. Напротив, ты проводишь много времени в дороге, где люди всего чаще подвергаются обидам, и во всяком городе, куда бы ты ни приехал, пользуешься меньшими правами, чем каждый гражданин. К чему склоняет Аристипа Сократ? Если есть только два типа людей, насильники и изнасилованные, а ты хочешь быть гедонистом, какой выбор ты должен сделать? Насильник или насилуемый? Не-не-не, это не насилие, если вам нравится, да? Ну так, насильник, то есть смотрите, а политичного Аристипа Сократ хочет сделать, не меняя его философской позиции, 100% политическим. И вы не поверите, политический гедонизм называется либерализм, а его основатель называется Томас Гоббс. В смысле Томас Гоббс говорит «жизнь, поэтому политика», его наследник Джон Лок говорит «комфортабельная жизнь, поэтому политика». Политический гедонизм в конце концов побеждает политические гедонисты, это мы с вами, люди, которые объединяются в государство с единственной целью, чтобы было жить приятно. Чего боится гедонист? Смерти. Что должно делать либеральное государство? Заставлять вас продолжать жить. В смысле, оберегать вас от всяческих угроз. В первую очередь, от угроз как раз тех, кто хочет вас изнасиловать. Помните, что делает для этого либеральное государство в Коббсовской версии? Создает супертентаклю, и супертентакли готовы насиловать каждого, кто сделает не в ту сторону шаг. Вы снова должны прийти домой, возненавидеть свою маму, возненавидеть отца, который говорил, что вы должны учиться, чтобы зарабатывать деньги, и, наконец, возненавидеть государство, признав, что государство на самом деле вылажает гедонистическую позицию, которую ему нарисовал Сократ в свое время. И что вы на самом деле просто являетесь политическим гедонистом. Считаете ли вы себя гедонистом? Я вам все разочаровался. Только что, я понял, да. Хорошо, давайте мы на этом остановимся, потому что мы уже зашли за время.